Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телекомпания НИЗ-ТВ. Как всегда в это время, программа «Добрый вечер». У нас в гостях интересный собеседник, епископ Вознесенский и Первомайский Владыка Алексий. Добрый вечер! Здравствуйте! Уважаемый Владыка, мы с вами встречались накануне Великого Поста. И вот уже, слава Богу, мы дожили до шестой недели Поста. Вообще, традиция Великого Поста, когда она сформировалась с ее особенными песнопениями, богослужениями, молитвами? Ведь таких богослужений в церковном году больше нет, как во время Поста Великого. Ну, традиция Великого Поста формировалась на протяжении долгого времени, потому что начали поститься еще с первого икора христианства. Как я уже говорил в предыдущей передаче, что пост — современник человека, потому что первая заповедь, которую получил Адам и Ева, первые люди, что это было не укушать, то есть воздерживаться от укушения плода, познания добра и зла. И вот уже в первых веках христианства, в апостольские времена, уже началась формироваться традиция поста. Но в разных регионах это было по-разному. Кто постился недели, кто постился 40 часов перед пасхальным торжеством. В разных регионах и пасхали отмечалось по-разному. Но уже на 3-4 век христианство уже определилось везде полностью в церкви, когда формировалось богослужение, обрядность церковная. Уже принято было такое всеобщее положение, что пост состоит определенное время, и постятся люди тоже в определенное время. Потому что на самом деле пост в первой веках христианства подразумевался, это не просто есть, укушать пищу, употреблять неживотного происхождения, растительное. А пост — это считалось полностью воздержанием от ясти и питья. Вот как сейчас мусульмане, они постятся, то, что они не употребляют пищу от рассвета до заката. Так вот и было в первой веках христианства. То есть люди ничего не кушали и ничего не пили, ни воды, ни каких других жидкостей. А уже после захода солнца можно было употреблять. И потому, конечно, уже к концу 7 века, уже на Вселенских соборах, было узаконено, как соблюдается пост, в какие дни, какой срок. Потому что по образу Господа Иисуса Христа, который постился 40 дней, 40 ночей в пустыне, на горе Искушений, так и мы, подражая земным дням, земным подвигам Спасителя нашего, тоже Церковь Святая установила 40-дневный пост, плюс еще Страстная Седмица, которая уже не уходит в число Великого Поста. Потому и называется Святая Четыридесятница. Да, вот на этом мы как раз и остановимся. Через шесть недель Великий пост заканчивается. Последняя неделя перед Пасхой носит название Страстной. Это совершенно особенная неделя. И в чем ее особенность? Ну, потому что Страстной Седмица, Страстной неделя. Там каждый день называются Великий. Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Великий четверг, Великая пятница. Сама Великая суббота уже непосредственно перед Воскресением Христовым. И, конечно же, здесь особенные песнопения церковные, особенные богослужения, потому что уже Великую среду прекращается читаться Псалтирь. И здесь мы с вами переживаем вместе со Христом последние дни жизни и часы Господа нашего Иисуса Христа перед Его крестными страданиями и крестной смертью, перед Его Святым Воскресением. И, конечно же, здесь идет воспоминание, потому что понедельник и вторник — это проповедь Христа, когда Господь проповедовал в Иерусалимском храме. Мы знаем, что Великая среда, мы вспоминаем, что это предательство Иуды, который пошел и предал Сына Божия за 30 сребреников. Великий четверг, или еще в народе называют его чистый четверг, это мы вспоминаем Тайную вечерю и умывание ног. И архиерея проводит такой обряд, когда собираются 12 священников, и начинается тот евангельский диалог, когда Господь умывал ноги, и, в частности, Петру, и Петр сначала начал отрекаться, говорить, что «Тебе ли умывать мне ноги?» И Господь показал образ смирения, потому что Господь сказал, что «Я пришел, чтобы не мне служили, а чтобы я послужил». И до сих пор служение Господа относится к каждой христианской душе, к каждой, кто жаждет и нуждается во Христе. И после того, когда Господь сказал, что умытому осталось только омыть ноги, и Петр ответил, что «не только ноги, но и голову, и руцы умой мои». То есть он показал свое смирение и покаяние, то, что он человек несовершенный и нуждается во всеобщем очищении от греха. И потому, конечно, многие из нас стараются, чтобы в Великий Четверток поисповедаться, причаститься. Некоторые, конечно, украдываются у нас из суеверия, то, что нужно до рассвета успеть помыться в душ и принять ванну или еще что-нибудь. На самом деле грехи очищаются только в Таинство Исповеди, и от нашей чистоты телесной наша душа не становится намного чище. Потому, конечно, нужно более придавать внимание своему духовному состоянию. То, как мы провели этот пост, то, как мы готовимся к встрече с Светлым Христом в Воскресении. Это очень важно. И, конечно же, каждый по мере возможности старается посещать храм, чтобы быть причастником тех песнопений, тех минут жизни, той проповеди, потому что читается пророчество, читаются совершенно другие чтения из Ветхого и Нового Завета, которые читаются только раз в год, именно на Страстной Седмице. И люди, слушая это все, заново переживают те события двухтысячелетней давности и сами ощущают духовное присутствие Христа, потому что войти в славу Божию, это миновать Голгофу, это невозможно. Сначала мы должны с Господом пострадать, претерпеть смерть, поношение, и после этого, конечно, будет только воскресение Христова, которое будет в нашей душе. Потому, конечно, каждый старается в эту Страстную Седмицу посетить храм, исповедоваться, причаститься. Это благая традиция, потому что читается 12 Страстных Евангелий. Это из каждого евангелиста те участки, которые опять и опять нас окунают в ту атмосферу последних дней и минут из тех страстей, тех страданий, которые переживал Христос. И той крестной смерти, которую он пережил. То есть можно сказать, что мы стоим у креста вместе с Пресвятой Богородицей, с Иоанном Богословом, с теми женами мироносцев, которые не оставили Христа. И также мы на себя смотрим, как смотрим на Иудею, которые вчера кричали «Асана, Асана», а сегодня кричат «Распни, распни его», то есть отвратились от Бога. То есть мы с Богом готовы быть в славе, но не готовы быть в страдании, в скорбях. Мы не готовы нести крест, который Господь нам возложит. И потому, конечно, вот эти великие дни, этой недели, этой Седмицы, они подвигают нас еще и еще раз задуматься и пережить те моменты, которые очень полезны для нас, для нашего духовного роста. И в конце концов выносится святая плащаница. Это большая святыня, к которой прилаживаются люди, именно те постящиеся, которые приходят утром на богослужение, ничего не укушая и ничего не пьют люди, как перед святым причастием, чтобы приложиться к этой великой святыне, которая будет лежать до светлой заутриней, до полуночницы, та, которая будет читаться в храме перед воскресением Христовым. Плащаница выносится в пятницу, а Великую Субботу называют еще и днем тишины. Почему так называют? Ну, шаббат по-еврейски — это день покоя. И потому и Господа сняли с креста, чтобы не оставлять его в субботу, потому что это великий день. Это шаббат покой у нас, христиан, уже перешел в воскресенье, потому что истинный покой может человек найти именно в воскресшем Христе. Поэтому мы празднуем, то есть ту заповедь, которую Господь оставил нам, шесть дней работы, седьмой Господу Богу твоему, то есть шаббат, суббота, она переходит у нас, в нашем понимании, в воскресенье, потому что истинный покой мы обретаем в Бозе, именно в Царстве Божьем, именно через Христа. Потому Господь говорит нам, что нету иного пути, чтобы прийти к Отцу моему, только мною, ибо я есть дверь, но и аще кто внеет, и изыдет, и пажет, и обрящет. И нету ничего, чтобы нас могло спасти, кроме Господа нашего Иисуса Христа, который пострадал, который умер на кресте и воскрес. И действительно, в этот день в Иерусалиме съезжаются все православные конфессии, и не только православные, а инославные, и даже мусульмане, и те люди, которые неверующие, приходят в храм гроба Господня, чтобы быть свидетелями схождения благодатного огня. Это тот чудесный огонь, нерукотворенный, который исходит с неба. И к этому очень серьезно относятся, потому что в древности, когда территория была под турками, турки проверяли патриарха и все входящие, осили все светильники, не было кресала, чтобы чем-то зажечь свет. Сейчас это израильская полиция, которая контролирует патриарха, который заходит в одной рубашке, без ничего, они осматривают, Бог Господень, все это самое, и это чудо происходит. Оно происходит перед православной Пасхой, именно в субботу? Да, именно перед православной Пасхой, и именно для православных, потому что был случай, когда армяне хотели получить, и вот они пришли раньше и заняли гроб Господень, а патриарх Иерусалимский смиренно стоял у колонны, и ударила молния, и в его руках зажлись свечи. Это было свидетельство того, что именно православные могут получать благодатный огонь. Мы не говорим, кто худший или кто лучше, но Господь сам указал таким чудесным образом, и эта колонна до сих пор стоит в Иерусалимском храме на гробе Господнем, где видна эта трещина, этот опаленный камень, который заследил с нам то, что действительно истина, она не разбавляется ничем, ни человеческими традициями, ни человеческими понятиями, она дается в полноте, как и говорит Господь, что Дух Святой не меры дается, а дается в полноте. И вот это чудесное схождение благодатного огня еще и еще раз свидетельствует нам о том, что действительно мы имеем великий дар от Бога быть хранителями и свидетелями истины. Это не творение рук человеческих, как говорят, что Библию писали люди, да, Библию написали люди, и отпечаток характера тоже этих писаний, потому что кто более смиренный, кто более кроткий, кто более, допустим, как апостол Павел, что у него мысли перескакивают, у него сложно читать его, бестолкователи, потому что он хотел охватить все, чтобы донести максимум того, что он понимал, что он знал, что ему открыто Богом. Потому, конечно, да, частный характер отпечаток присутствует на этих писаниях, но все они были написаны по вдохновению Духа Святого, даже пятикнижьями Моисея. Откуда Моисей мог знать о том, что происходило в раю, в Эдемском саде? О творении мира, о грехопадении Адама. Это же, конечно, было по внушению Духа Святого через откровение святых божьих сил. Чудо благодатного огня, которое исходит в Иерусалиме, об этом свидетельствует много-много людей уже на протяжении нескольких веков, я так понимаю. Но есть такое, я не знаю, поверье, что если благодатный огонь не сойдет, то значит наступает уже конец света. Да, наступит конец света. Но почему наступит конец света? Также есть такое предание, что если совершится последняя Евхаристия, то есть литургия, то придет конец света. То есть Господь, мы помним Авраама, когда он торговался с Богом, что говорит Господи, а если найдется сто праведников в Содоме и Гаморе, пощадишь эти города? Пощажу. А пятьдесят? Пощажу. А десять? Говорит, прости раба твоего грешного, а если десять найдется? Говорит, и ради десяти, но даже десяти праведники нашлось в этих городах. И потому они пострадали и были стерты огнем. Так и тут. Благодатный огонь и спасение приходят тогда, когда люди нуждаются в этом. Но мы помним слова Господа, который сказал, что люди возлюбили тьму больше, нежели свет. И у нас действительно нас привлекает, привлечает грех больше, нежели добродетель, потому что добродетель и Дух Святой делают нас свободным от греха. Но мы знаем, что свобода дается дорогой ценой. И даже то, что происходит в нашей стране, мы оставим свою свободу ценой жизни и крови своих отцов, своих братьев и тех людей, которые страдают в этой войне. Потому и мы с вами, чтобы заработать лишнюю свободу от греха, тоже должны подвязаться. Потому это, конечно, пост и вообще жизнь христианина. Это непрестанная борьба с собой, со своими грехами. Как говорит апостол Павел, что наша брань, то есть наша война не к плоти и крови, то есть мы не с людьми воюем, а с духами тьмы века сего, миродержителями духами тьмы века сего, то есть с сатаной и с его падшими ангелами. И это мы должны осознавать. И, конечно, покуда человек будет чувствовать нужду, покуда он будет стремиться к Богу, Господь не отвернется. Мы знаем притчу о овцах, которые 99 были целы и одна потерялась. И пастырь оставляет 99 и идет искать одну заблудшую. Вот род человеческий можно так и разделить, что Господь пришел ради нас, ради одной души, потому что Господь пришел на спасение ради всего человечества. И в частности для каждого, и для прошедших поколений, и для настоящих, и для будущих, и для каждого из нас в частности. Только мы имеем свободную произвольную волю. Либо мы с Богом, либо мы против Бога. То есть нельзя занимать нейтральную позицию, что я и не против Бога, и не за Бога. Господь говорит, что кто со мной не собирает, тот расточает. То есть тот тратит, тот разбрасывает. И покуда человек имеет нужду, и покуда сердце стремится к любви к Богу, к свету, Господь всегда будет являть и благодатный огонь, и будет служиться Евхаристия. И Господь будет возбегать тех людей, которые будут вдохновлять их на подвиг, которые будут своим личным подвигом. Ну вот есть в каждой эпохе свои харизматические вожди. К сожалению, конечно, зачастую они носят отрицательный характер, но эти люди есть. Так и тут. Все заключается в том, как люди относятся к Богу. То есть мы даже не осознаем, что такое предательство Иуда. Это не просто, что он предал Христа, Мессию, или он предал Иисуса, как человека. Он предал Бога. Он предал те дары, которыми он был одарован. Он отрекся фактом предательства. Так и мы. Мы зачастую отрекаемся через свои грехи, через свои пороки, предая тем самым и неблагодарно относясь к нашему Творцу. Потому что все, что мы имеем, видимое и невидимое, нам ничего не приложит в этом мире. Кроме того, имени, которые тоже нам Господь даровал. Ни здоровье, ни наша душа, ни наша жизнь, ни то, что мы имеем, все, что мы имеем, мы абсолютно все имеем от Бога. И мы должны быть благодарны. Это даже по-человечески должно быть. Потому что мы должны быть люди культурные и образованные. Потому что мы созданы по образу Божию. А если люди теряют этот образ Божий, исходят к образу скотскому, и в конце концов переваливаются демонически, конечно же, какое бы чудо не совершалось, какой бы огонь не исходил. Есть же множество людей, которые верят, и которые не верят. Есть множество людей, которые скептически к этому относятся. Но мы помним всегда Нафанайла, как ему пришел апостол, говорит, брат его, говорит, мы нашли мессию из Назарета. Говорит, может ли быть что-то хорошее из Назарета? Он не стал его убеждать и разговаривать. Пойди и вишни, пойди и сам посмотри. Так и мы. Если у нас не хватает аргументов, мы никогда не сможем проповедить полностью Слово Божие именно в идеале. Это только мог делать Господь Иисус Христос, который научил своих учеников. Но, если у нас не хватает аргументов, и у нас не хватает, как человека убедить, мы просто должны сказать, что пойди и сам посмотри. Вот когда ты придешь, и если ты действительно искренне приходишь, нелицемерно, не для того ты идешь в церковь, чтобы найти, что не так, а вот именно ищешь истину, Господь всегда коснется твоего сердца, ты получишь умиление и твои очи откроются. Ты увидишь свою греховность, но ты увидишь и ту любовь и заботу Отца нашего Небесного. И потому, конечно же, вера является великий дар Божий. И все, что совершается, совершается по вере и для нашего укрепления нашей веры. А для тех людей, которые не верующие, просто пускай пойдут и посмотрят. И они потом убедятся, действительно, что это не пропаганда, это не какие-то там басни и все остальное и прочее. Это действительно великая слава Божия, которая, вне зависимости от того, что кто-то верит, кому-то нравится, не нравится, оно ради нас, верующих людей, которые способны это все понимать, вмещать, воспринимать и восхвалять Бога и благодарить Его за Его благодеяние. Ну дай Бог, чтобы благодатный огонь сошел к нам и в этом году, и этот огонь тогда обязательно привезут в Украину, развезут по всем храмам, по всем епархиям. Перед Страстной неделей большой праздник, вербное воскресенье. Зачастую люди приходят только осветить вербы, они даже не заходят в храм. Собственно, как и на Пасху. Люди не заходят в храм, а приходят только, чтобы осветить куличи и яйца. Вот какую-то сверхъестественную силу, наверное, приписывают освященным вербам, что за праздник вербное воскресенье? Ну, вербное воскресенье или еще называют зеленое воскресенье, это когда вспоминается вход Господнего Иерусалима, когда он уже, сидя на ослике, въезжал в город Иерусалим. Почему на ослике? Потому что символика ослиати, ослика и коня. На конях въезжали всегда воины, завоеватели. А тут он показывает свою кротость и смирение. Он и говорит, что научитесь, ибо я кротким смирен, и кротким сердцем. То есть он показывает, что он пришел с миром, с миром тем, которые свыше сходят. Всяк дар свыше есть. И он въезжает в город Иерусалим не как завоеватель, потому что иудеи на то время ждали мессии, и сейчас они ждут, что это будет великий политический деятель, великий воин, полководец, который принесет царство земное. На самом деле нет. Господь говорит нам, что царство мое не от мира сего. И потому он показывает свой образ кротости, въезжая верхом на ослики. И люди, видя это, торжествовали, ликовали, они постилали свои одежды на дорогу, где проходил этот ослик с Христом, где ишли апостолы и его ученики. Тех, которые не могли, это резали ветви, еще называется неделя вайи. А что символизирует, когда люди постилают одежды или устилают путь ветками? Что это символизирует? Это символизирует уважение, любовь и почтение к этому человеку. То есть иерусалимляне на тот момент, потому что это тоже была Ветхозаветная Пасха, множество было людей, которые пришли из других городов, чтобы принести свои жертвы в храме Иерусалимском, они выражали свою любовь к Спасителю, они были благодарны, потому что многие из них слышали проповедь Спасителя. Многие получили чудесные исцеления, многие из них, мы знаем, пять тысяч, и потом семь тысяч, которые были насыщены в чистом поле, когда не было где взять хлеба их. Господь чудным образом насыщал этих людей. И, конечно же, то, что они получили, даже, вот скажем, соприкоснулись чисто физически, чисто своим телесным, это, конечно, им, они были благодарны за это. Это потом уже они начнут кричать, что распни, распни его. Сейчас они кричат осана, то есть слава, слава сыну Давидову, потому что они ждали, что придет великий, великий в плане именно в мирском, забывая о своем духовном, потому что все-таки грех и страсть помрачают душу человека, и он перестает видеть истину. И тут, конечно же, люди вышли навстречу, то, что они действительно, они не ошиблись в своих чаяниях, что они встречали великого не настолько человека, потому что на самом деле это само божество уходило в Иерусалим, чтобы своим земным телом пострадать за наши грехи. И выражая свое уважение, и мы сейчас приходим в церковь, чтобы тоже символически встречать Господа. Ведь все-таки представьте, если приезжает там министр или президент, какая честь для человека, чтобы встретить его, поздороваться с ним. А тут сам Господь Иисус Христос входит в город. Какая честь для людей, которые приходят с этими вербами, чтобы их осветить, чтобы стать не просто свидетелем этого хода, но и участниками этого торжества. Потому что та обрядность, то священное действие в освящении этих верб, оно делает нас причастниками того торжества, которое было 2000 лет назад. И мы должны это ценить и относиться к этому правильно, не просто с какой-то магическим оттенком, что я вот пойду посвечу, а Бог должен сделать мне после этого вот так. Зачастую у нас так и бывает магия в церкви. А я пойду свечу поставлю, а теперь Бог должен мне, потому что я же в церковь пошел, это же я уже сделал одолжение, а еще свечу поставил, а еще у корнавку там за год кинул 5 гривен. Все, теперь мне все должны, священники, храм и прихожане и все остальные, потому что я же великий подвиг сотворил. На самом деле нет, если мы действительно со страхом и трепетом приступаем к каждой святыне, ведь Господь нам посылает святыню для нашей поддержки, для того, чтобы оградить нас от зла, для того, чтобы напитать душу благодатью Божией. Потому мы не только причастие, у нас есть и святая вода, и вот, допустим, на Рождество, когда священник ходит, окропляет доможилища верующих людей и даже неверующих людей, и предприятия свящается. Все мы просим, чтобы Господь осветил, просветил и даровал мир. Это самое главное, что мы должны обрести мир между Богом и своей душой. Но зачастую нам мешают грехи. И вот если мы не видим этих грехов и не справляем их, то, к сожалению, мы не находим того мира, мы теряем понимание истины, и наши отношения бывают кардинально неправильны к тому, что нам дает Господь, тем дарам, тем талантам, которые нам посылает Господь свыше. Потому, конечно же, со страхом и трепетом, со смирением и кротостью. Потому что есть у нас даже среди людей верующих, которые подвязаются в посте и молитве, в добрых делах, но не имеют примирения. Вот как Иуда, у него была страсть такая вот к деньгам. Он ходил, воскрешал мертвых, он сделал множество добрых дел, он насыщал голодных вместе со всеми апостолами, он пробовел Слово Божие. Но эта страсть все-таки перечеркнула все его труды. Все, что он сделал хорошего, это, к сожалению, вменилось ему вот в такой грех. Так вот и мы, мы, если подвязаемся на Ниве Христовой, уже подвигом чистым, то мы должны брать пример со Христа, чтобы иметь кротость, милосердие, любовь к ближнему, любовь к Богу и любовь к добру. И это нас спасет. Мы все знаем, что даже классики говорят, что красота спасет мир. Так это красота не внешняя, потому что внешняя красота она проходит, а внутренняя красота она всегда остается. И апостол Павел говорит, что внешний наш человек ветшает, то есть мы вырастаем, мы взрослеем и мы стареем. И та благолепие лица, она проходит, то есть наша красота юношеская, там зрелая. Мы стаем уже дряхлыми и ненужными никому стариками. Но наш внутренний человек из дня на день обновляется. И потому, конечно, благодаря Богу, благодаря истине, которая делает нас свободны, свободны от греха, потому что грех это неумолимо, это жестоко, и это, скажем так, очень то, что нас оскверняет, калечит и отравляет нашу душу. И сами мы победить не можем. И вот именно через вот эти вот священные действия, которые проходят в храме, и освящение вербы, воды и прочее, 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 конечно же, нам сообщается благодать Божия. Мы помним Моисея, когда он увидел неопалимую купину и голос с неба, что Моисея, сними сапоги с твоих ног, ибо земля, на которой ты стоишь, свята есть. Что, она поменяла химический состав или еще что, как-то она изменила? Нет, она как была, так и была. Но на этой земле явился Господь в неопалимой купине. Это то место, где действительно прикоснулась Десница Божия, Перст Божий, и это святыня, которая вдохновляет и сообщает человеческой душе живительные силы, которые помогают и которые исцеляют ее, и которые помогают жить в дальнейшей жизни. Каждая служба на Страстной неделе важная и неповторимая. Но многие люди работающие, у многих там есть дети какие-то, еще заботы. На каких службах Страстной недели необходимо побывать обязательно? И как совместить приготовление пасхальных яств, куличей, яиц, крашеных, с длинными церковными службами и с такой серьезной торжественной неделей? Ну, тут множество примеров можно сказать по поводу вот явств, это пасхи, когда пекутся там пысанки, расписываются яйца, все остальное. В каждой хозяйке есть свой рецепт, семейный рецепт или ее личный. И вот, как говорится в первом псалме, а еще что начнет, успеет. Если человек стремится к Богу, то все, что он будет начинать, оно будет слаживаться и человек сделает намного больше хорошего и полезного, потому что он будет освобожден от суеты. А если человек просто ради того, чтобы удовлетворить свои физические потребности, сделать повкуснее и все остальное, но опуская при этом духовно, он будет некоторые вещи переделать несколько раз, десятки раз. Это будет работа, ну, сизифов труд. И плода, ну, плод будет какой-то, но не в такой степени. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, богослужение Страстной Седмицы по возможности нужно посещать. Но не каждый человек умеет это сделать, потому что работа, еще какие-то обстоятельства, путешествия, ну, масса-масса обстоятельств, которые могут не дать возможности посещать храм. Но человек к этому, он усилит, может, молитву. Мы помним это рай фарисея, который ничего не сделал. Вот фарисей говорил, я пощусь, я там десятину отдаю, я милостыню раздаю, я там вот такой, 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 такой. А тот говорил просто, Боже, милости, будем негрешными. То есть он нуждался просто в прощении. Так и тут. Человек не может посетить богослужение, но он домой приходит, он молится так, пламенно, что тот человек, который стоит в церкви, он далеко отстоит, потому что у него голова забита. Сейчас надо тесто замесить, там Пасху, там дома пообирать и все остальное. А этот человек работает и думает о Господе. То есть тут благая часть не отымается от этого человека. Не отымается. Если нет возможности, то ты можешь усугубить это молитвой, усугубить это постом, усугубить это добрыми делами, и ты не потеряешь свои награды. И помня об этом, конечно же, человеку дается возможность быть опять-таки причастниками, потому что огласительное слово Иоанна Златоустова, что Пасха говорит, что кто не родил, кто смирен, кто приложил много усилий или мало, мы все должны радоваться. Но тут Господь сердцевидец, Он смотрит на наше сердце, с каким расположением сердца мы бываем. Потому что, еще раз повторюсь, можно находиться в храме, а мыслями головой быть там в семейных заботах, а можно действительно на работе и сейчас думать, а сейчас вот плащаница выносится, допустим, а сейчас вот читаются страстные Евангелия, когда вспоминаются последние. Поверьте, благодать Духа Святого не умалится и будет изливаться на этого человека. Или даже сам пришел домой, открыв Евангелие, почитать вот эти последние главы, которые свидетельствуют о земной жизни, о последних минутах жизни Христовой. Человек больше будет проникаться и впитывать ту благодать слов, которые он будет читать, чем он будет стоять на службу. Потому, конечно же, каждый должен с растуждением к этому относиться. Но опять-таки, жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно. Сыне, дай мне твое сердце, как говорит Бог. Так вот и мы. Следуя по стопам Христовым, мы можем в любой, вот у человека есть дар, то, что он может помнить, то, что он может вспоминать, и жить этими воспоминаниями и переживаниями, в любом месте, где бы он ни был. потому, что нас ничто не может, как говорит апостол Павел, что может меня отлучить от любви Божьей? Ни глубина, ни широта, ни власти, ни начало, ни смерть даже не может нас отлучить от любви Божьей. Если человек действительно проникается этой любовью Божьей, то, поверьте, он найдет и время, и возможность, и это будет сопереживание намного, скажем так, не то, что эффективнее, а благодатнее, и естественнее, и искреннее, и откровеннее, чем, допустим, то, что если человек имеет возможность и не идет. И у нас же таких людей тысячи и сотни тысяч, и миллионы, которые имеют возможность, но не хотят этого делать. Ну почему они не хотят? Ну не хотят и все. Потому что им нравится другое. Почему Христа не приняли и его распяли? Если бы он пришел сейчас, его бы тоже опять бы убили. Потому что услышать правду о себе, когда Господь обличал о грехах, не каждый может раскаяться. А тот, кто чувствует опять-таки нужду, кто чувствует нужду во спасении. А мы же думаем, что мы тут будем жить вечно, потому, конечно, церковь наша, богатая именно благодатью, истиной, она дает дары каждому желающему. Но, к сожалению, много званых, как мы знаем, опять-таки, из притчи Христовой, а мало избранных. И то, что не значущее, чем мы пренебрегаем, эти люди в духовном плане стоят намного выше тех людей, которые занимают какие-то посты, которые добились что-то в жизни. Потому что это нас отвлекает от Бога, это стаёт для нас преградой ко спасению. А если бы мы попроще относились и делали так, как нужно, а не так, как нам хочется. Мы же детей так воспитываем своих, что потакать желанием ребёнка всецело на сто процентов, это неправильно. Мы калечим дитя, мы не даём ему полноценного воспитания. И Господь нас так воспитывает, что у нас зачастую получается не так, как мы планируем, не так, как хочем, а так, как нужно для нашего спасения. И вот если у человека есть хоть немножко остатки рассудительности, разума, он это всё понимает и старается этим воспользоваться. Так что дай Бог, чтобы все люди, которые верующие и которые не верующие, слышащие Слово Божие, тоже пришли и посмотрели то, что происходит в церкви. Потому что мы в церковь идём не к епископу, не к батюшке, мы идём ко Христу и там с ним встречаемся. А священнослужители это только посредники между Богом и Христом. По свидетельству Иоанна Златоуста в Страстную неделю, когда вспоминаются последние дни Господа на земле, первые христиане, они не только усугубляли пост и молитву, но и творили много добрых дел. Прекращали суды, наказания, споры, тяжбы, выпускали преступников из тюрем раскаявшихся. Ну, то есть у каждого своя мера, у каждого своя жертва должна быть. Ну, пост, как я уже сказал, это не только воздержание от скоромной пищи, то есть пищи духовного, животного происхождения. Это также пост сопряжён с молитвой, потому что мы возделываем, вот мы взяты люди из земли и вот проводится такая аллегория, то, что землю нужно пахать, но если её пахать не сеять, то пользы мы не получим плода. И если наоборот сеять, но не пахать, то же семена не упадут на поверхность, их птицы небесные поклюют и всё, или терния бурьян вырастет и заглушит это всё семя. Потому, конечно, пост — это возделывание сердца человека, молитва — это те семена, которые сеются. Но также пост и молитва должны сопряжены быть ещё и добрыми делами. То есть это выражает наше смирение. То есть подвиг может человеку навредить. В каком плане? Если человек не примирился, вот мы на прощённое воскресенье просили друг у друга прощения, а кто-то не прощает человека и держит зло на него, то лучше бы такому человеку не баститься и не молиться. Потому, что, во-первых, молитва идёт ему в осуждение, а пост ещё больше здравствует гордыню и самомнение. Ведь даже если мы человека не прощаем по-христиански, мы же тоже не всегда правильно поступаем. Но мы этого не замечаем. И когда мы этого не видим за собой, то мы встаем уже судьями. То есть Господь говорит, суд мне, то мы уже восхищаем суды Божьи и встаем как боги. Мы знаем, что дьявол вошёл в змеи и сказал ей, что да, знает Господь, что вы укусите, будете как боги. То есть нам сначала надо стать хотя бы людьми, а потом уже стать богами. Хотя в Писании написано, что вы боги есть. Но, к сожалению, нам к этому ещё далеко и наше Царство Божие внутрь нас есть. Но чтобы до него докопаться и открыть его, нужно кучу всего переворошить, своих грехов, своих проблем и всё остальное. И потому, конечно же, первые христиане, да и сейчас, пост без добрых дел, вот в начале поста читалось стихи, что голодных накормить, обнажённых одеть, те, кто люди не имеют одежды, бездомных везти в свои дома. То есть было чётко и ясное указание. То, что ты постишься, молодец. То, что ты молишься, молодец. То, что ты ходишь на службы, замечательно. Но это не всё. Потому что страшный суд, мы же помним, Господь уже первая неделя перед постом, последняя неделя перед постом, вспоминается страшный суд. Господь же не говорит, что ты вор, ты там прелюбодея, блудник, убийца, я тебя накажу. Нет. Он говорит, то, что вы не сделали для меньшихся, не сделали для меня. И потому добрыми делами мы помогаем тем самым опять-таки идущему на голову Господу. Мы несем его крест. Мы выражаем свою любовь. Мы проявляем смирение. И вот отношение первых христиан это было действительно искренне и правильно. И мы должны брать с этого пример. Что сатана тоже постится. Он вообще ничего не ест. И он молится. Господь говорит Петру, что молил меня сатана. С книги Иова мы читаем, что он бесстыдно стоит и начинает порочить всячески Иова. Ты знает раб твой Иова, почему он верен. Потому что ты ему все дал. Вот забери у него все, он тебя будет хулить и отвернется от тебя. И вот произошло такое искушение. То есть праведник праведен не ради награды, а ради той чистоты, которую он хочет в ней жить и пребывать. И потому, конечно же, доброделание оно очень важно. Потому что ты мне покажи свою веру и тебе покажу свои дела. Многие люди, которые кричат «Я верующий, верующий, я христианин, я крещеный» и все остальное, но далеко отстоят от Бога и от церкви, как земля от неба. Почему? Потому что они даже не имеют представления, что это такое. А вот обращаясь своим истокам и вот именно к примерам апостольских мужей, самих апостолов, первых христиан, мы можем многому чему научиться. И даже некоторые вещи, которые мы будем изучать и читать, нас будут удивлять. А что действительно так можно, что так нужно? Конечно, нужно и можно. Потому что мы не должны забывать, что у нас борется истина и дух века сего. То есть плотское и духовное. Как сказал блаженный Августин, если плоть не хочет одухотвориться, тогда дух станет плотским. А что нам плоть приносит? Старение, тление, смерть и все. А дух приносит нам просвещение, как говорил классик. В Великом посту в храмах, во всех храмах совершается таинство соборования, которое собирает много и воцерковленных людей, и невоцерковленных. В этом таинстве просится об исцелении человека и считается, что прощаются забытые грехи. Соборование, что это за таинство? Соборование или таинство, или освящение, да, действительно, сейчас такая практика, что оно проводится повсеместно в Великий пост. То есть люди, которые нуждаются в исцелении. Апостол Павел пишет в своем послании, «Аще, кто болит, да призовет пресвитеры церковные», то есть священнослужители. И до молитвы над ним сделают и освятят, и помажут ее освященным маслом. И потому сам Господь утвердил это в таинстве в своей церкви, именно таинство или освящение. Когда собираются, а почему соборование, потому что, ну, может и один священник это совершать, но обычно, традиционно, собираются несколько священников, которые по очереди читают специальные молитвы, Евангелие, апостол, и помазывают больного. Но если человек считает себя абсолютно здоровым и не нуждается, слава Богу, но я говорю, что эти люди ошибаются, потому что нету ни единого человека, который жив был и не согрешит, как вот читается в молитвах над покойниками, что нет, кроме Бога, безгрешных людей, только Господь Бог. А так и отпечаток греха все люди, которые рождены от Адама и Евы, все носили отпечаток первородного греха, своих частных грехов, потому что такое у нас наследие после кровопадения. И потому каждый из нас нуждается в исцелении. Конечно же, у нас сейчас ведется дискуссия, я считаю лично на мое мнение, что это неправильно. Почему? Потому что считается, что нужно собороваться перед смертью. А кто знает, когда человек умрет? Господь говорит нам, претерпево до конца спасется. А кто знает, когда твой конец? Сегодня, завтра, через год, через пять минут, через два часа. Мы не знаем этого. И потому мы должны всегда быть готовы. Бдите и молитесь. Все же не глядят в полунощи. Такие песнопения поются, особенно в страстные дни. Действительно напоминают нам о том, что мы не знаем ни дня, ни часа кончины своей, когда мы перешагнем ту черту. И будем ли мы готовы дать добрый ответ? Понятно, что прощаются грехи, забытые, но прощаются тем людям, которые нуждаются в прощении. Вот выйдите и скажите к соседу своему, скажите, я тебя прощаю. Скажут, а мне без разницы, прощаешь ты мне, я не нуждаюсь в твоем прощении. Такие множество людей, которые не нуждаются в прощении грехов своих. Некоторые люди возводят грех в ранг достоинства. И мы видим, что сейчас происходит в мире подмена духовных и моральных ценностей. Это ярко выражено, потому что мы сейчас захлебываемся от этого всего. И люди не утруждаются даже напрягать свои мозги. Люди являются продуктом того, что им подается в СМИ и прочее, прочее, средства массовой информации, в интернете и прочее, прочее. Потому, конечно же, вот именно чтение Святого Писания, оно просвещает человека. Это мерило, которое человек берет пример, каким должен быть. В Библии написаны разные примеры, и бытовые, и религиозные, и отношение человека к человеку, и отношение человека к Богу, и отношение Бога к человеку. Все, буквально все, как говорит Соломон, что ничто не ново под луной. Как говорят проповедники, что все гадости, подлости и грехи сотворены до нас. Мы их только повторяем. И если человек осознает свою скверну духовную и те пороки, которые он не может победить, и он нуждается, ведь только больной человек за здоровым рассудком идет в больницу. Глупый человек? Нет, он будет до конца дней своих лежать на адрес своем, болеть, умирать, но он из-за своей гордыни, а что это, я ненавижу, я не люблю больницу, я не люблю врачей, я не люблю уколы. Они ничего не понимают. Да, и все, это глупо. Потому Господь все устрояет премудро, и каждому человеку дает возможность. И также таинство, еле освящение, когда человек приходит, приходит с осознанием, за то, что да, но у меня не болит сегодня печень, слава Богу, и голова не болит, значит я здоровый относительно. Но, у нас душа болеет грехами и пороками, и потому я прихожу к Богу, чтобы получить врачевание, не только физически, но в первую очередь духовное врачевание. Если с таким осознанием человек приходит, он получит ту благодать Божию. А если просто приходит позевать, посмотреть, и скептически относясь, по вере вашей да будет вам, Господи говорит. Но есть некоторые примеры, мы знаем и о расслабленном, которую принесли ко Господу и через крышу спустили, и о глухонемом отроке, который был одержан демоном, который по вере тех людей, которые слышали, и даже были не иудеи, а были язычниками, но слышали, что ходит великий пророк от Бога, который помогает. И по вере их совершалось. Так что все премудро устрояется, и не нужно этим пренебрегать, а с рассуждением, с рассуждением напрягать себя, выискивать. Сейчас, слава Богу, есть возможность и литература, и в интернете много информации. Но нужно то, что я вначале говорил, за свободу нужно бороться. Свобода от чего? От греха и порока, которые сковывают нас теми кандаламы, невидимые, которые строят нам преграду, как мы знаем о Богаче и Лазаре, что Авраам говорит, что между нами и вами пропасть, которую мы не можем преодолеть. Ни мы, ни вы сюда не переходите, ни мы туда не можем перейти. Это пропасть греха. И вот если человек идет на это таинство, сознаем свои греховности, своего бессилия, и в то же время, как мы, Боже, милости, будем не грешным, как та кровоточивая, которая страдала и нуждалась в бою, ну, думаю, хоть краешку одежды прикоснусь, и я получу исцеление, и поверь ее, и Господь говорит, что вера твоя спасет тебя. Если человек приходит с верой, со смирением, он всегда получит благодать Божию. Господь никогда не постадит нашу веру, и наше чайное, и нашу надежду. Античный мир и мир Ветхого Завета использовал масло, елей для помазывания больных. Тут на соборовании это масло освящается, потом священники с молитвой… Расскажите о процессе соборования. Собираются люди, священники выходят в облачение, ставятся на стол семь свечей, потому что семь раз помазывается, Евангелие, ложится крест, и начинается само таинство, начинается с молитв, Царю Небесную, потом начинается канон, читается о больных, молитва над елеем, и потом елей смешивается с вином. Мы помним притчу, что некий человек шел из Иерусалима в Иерихон, и вот разбодники напали на него, это прообраз человечества. Разбодники – это бесы, которые изранили нашу душу и оставили нас еле живы. И вот прошел священник, он тоже там по Ветхому Завету к нечистоте не должен прикасаться, потому что он будет скверный до осверненной до закона. В смысле, то, что человек был окровавленный и не должен прикасаться? Да, да, да. Так же самое и левит. Он тоже шел по своим служебным делам, и он тоже по закону Моисеева, то есть «Айшон Самарянин», человек, которого никто не знает, которым пренебрегали. Ведь сейчас Христом тоже многие пренебрегают. Вот мы слышим проповедники, особенно там вот других там, скажем, конфессий, они как бы проповедуют то, что Господи помил, что Иисус, он нормальный парень, он нас поймет, там чуть ли по плечу не похлопать. То есть позволяют себе такое понебрасство, что это не то, что кощунство, это как будто святотасто происходит. Но речь идет не о том сейчас. О том, что смешивается вино и елей. То есть вином омывали, то есть дезинфицировали раны. Елей имеет тоже свои свойства, то, что он увлажает. Также это символически, то, что елей, он всегда, это благодать Божия, которая всегда поднимается над вином. Если это виноградные лозы мы получаем, то елей показывает нам, земное и небесное соединяется. В то же время оно как бы и не слитно, но и не раздельно. И читается семь Евангелий, семь апостолов, семь специальных молитв. Поминаются имена каждого человека, который пришел на это таинство. Мы просим у Бога, чтобы Господь благословил. Это елей сообщил ему благодатную силу, которая именно исцеляет человека в той или иной степени по вере, по нужде или еще по каким-то причинам. Потому и называется таинство. Мы до конца не можем понять, как это все происходит. После этого, когда уже семь раз помазали, после каждого помазания одна свечка гасится и читается опять апостол Евангелия и опять помазывается. Так семь раз. После этого священник читает молитву и берет Евангелие и ложит на голову. И читаются там такие слова, что не сам я возлагаю свою грешную руку, а возлагаю Евангелие Твое слово Твое на человека. Читается молитва. В конце уже этого таинства, когда уже прозвучал отпуск, то есть уже окончено само таинство, люди просят священнослужителей прощения, что простите, согрешили там и Бог простит и помилует всех нас. Вот так совершается таинство. После этого люди, которые имеют желание, набирают вот это вот святое масло освященное. Домой? Да, и с вином смешанное. Они потом, когда вот все равно рано или поздно мы болеем, да, там где-то поцарапались или голова болит и все, они помазываются этим святым, этой великой святыней. Потому что это считается не то, что некоторые толкуют, как вы берете это все, это же смыли грехи, это не та вода, которую мы пол моем или стираем одежды, которая стала нечистой. Нет. Мы святыню не оскоряним, а святыню всегда нас осветит. И потому, конечно, люди берут с верой и благовением и все это употребляют в своей повседневной жизни. Потому что не каждый раз может человек пойти в церковь. И опять-таки, через земные вещества нам сообщается сила и благодать Божия. Ну то есть целительные свойства приписываются все-таки не маслу, а вере и молитве. Вере и той благодати Духа Святого, которая сошла на это масло и на то... Потому что я же говорю, что человек получает исцеление по разным случаям. По вере близкого, по ходатайству друзей, по своей личной. Или как, допустим, Господь говорит отцу больного отрока, говорит, ну, если можешь, а чем можешь веровать? Помогу тебе. И он говорит, что Господи, веруй, помоги моему неверию. То есть уже человек сам обращается к тому. Так и у нас. Если у нас не хватает веры, то мы просто в простоте душевной скажем, что Господи, ну я верю, верю, ну я чувствую, что мне не хватает веры вот такой вот искренней и стопроцентной. Помоги моему неверию. Конечно, Господь не отвернется. Конечно, Он поможет этой душе грешной, чтобы она действительно прониклась. Вера является дар Божий. как и все наше, как и наша жизнь, как и наш рассудок. Только что мы зачастую этими дарами пренебрегаем и не всегда их употребляем. Зачастую употребляем не во благо. А на самом деле, если бы мы брали пример со Христа, поверьте, наш бы мир изменился, и мы бы изменились в лучшую сторону, и жили бы лучше, и мирнее, и у нас царила бы любовь. Потому что в чем проблема нашего общества? В том, что мы не пускаем в себе свою жизнь, жить, чтобы места для Бога нету. Бог хорошо сделал все, он хороший, но как-нибудь без него. Потому что мне, если будет Бог, мне будет совесть мучить, что я там соврал, что я там на кого-то разгнился, что я это украл, что я там посмотрел с вожделением. Мне будет некомфортно. А так я живу в своем болотце, мне хорошо, мне удобно, и это мне нравится. А на самом деле с Богом намного лучше и красочнее, и интереснее жить, чем жить в тех грехах и пороках, в той грязи, в которой обыденный человек привык к этому. Потому, конечно, нужно понуждать себя, учиться, поучаться. Зачастую мы берем пример, а я не такой, как те. Вот фарисей тоже молился, слава Богу, что я вот почусь, там все, и не такой, как этот грешник. Это признак, понимаете, муха даже если залетит, вот есть пример, конейскую фабрику, она все равно найдет что-то кусок гниющего, воняющего, и она полетит туда. А пчела даже если залетит на навозную кучу, она найдет тот цветок, который пророс, и она все равно найдет прекрасное. Так вот и мы, мы должны отличать, кто мы, мухи или пчелы. И это зависит сугубо от нас, и никто нас не заставит. Не Господь Бог, потому что Бог не нарушает нашей воли. Вот как говорят, а куда Бог смотрел, а почему, а почему? А Бог никого не заставляет. Он предлагает. Бог нам открывает, снимает замки в Царство Божие, но мы должны употребить усилия, чтобы открыть эту дверь ко спасению. И вот это труд. А, конечно же, плохому не надо учиться, оно само как грязь к подушке прилипает, а к добродетели надо навыкать. Так как и зарабатывать хлеб свой насущный в поте лица, так и как и жены рожают детей в муках, страданиях великих. Потому, конечно же, все доброе, оно приходит через пот и кров, через страдания. В страдании Господь нам принес спасение. В страдании мы родились в этот свет. Но это страдание потом преображается и получает совсем другой оттенок. Это получается прекрасный добродетель, та, которая радует душу и глаз человека, та, которая несет нам тепло и мир, которого так не хватает у нас. Главный христианский праздник — Пасха. Что означает это слово «Пасха»? Почему в пасхальную неделю трезвонят колокола? Почему царские врата в храмах всю неделю открыты? И почему такая традиция освещать именно крашеные яйца и куличи? Ну, во-первых, мы знаем, что это еще идет Светлого Завета. И этот праздник установил Моисей. То есть Пасх, Пасха, проходящий мимо. Мы знаем десять казней египетских, и одна из страшных казней — это было то, что когда ангел-губитель проходил и всякое первородное от человеческого до скота уничтожал, лишал жизни. И вот Моисей израильтянам дал заповедь, что говорит, сегодня вы испечете агнца, только кость его не сокрушайте, и будете его есть с опрестыками и с горькими травами. А кров этого агнца помажете косяки дверей. И вот ангел и шел по Египту, и он, видя на тех дверях, где была кров пасхальная агнца, то есть этого животного ягненка, он проходил мимо, потому и называется Пасха мимоходящий, мимо проходящий. То есть ангел-губитель не прикасался к этим семьям. То есть никто из иудеев не пострадал? Не пострадал. И потому, конечно, когда уже объяло горе весь Египет, и фараон, а тот же первенец, умер в ту ночь. Тогда после этого фараон отпустил израильтян совершить свои приношения. И так они ушли и 40 лет ходили по пустыне, покуда не дошли до земли обетованной. Но это был прообраз Господа Иисуса Христа, который должен был уберечь нас от гибели, от смерти, который должен был нам даровать жизнь. И потому, конечно, Господь своим распятием и смертью, и воскресением открывает нам дверь в жизнь вечную. То есть приносит нам освобождение от греха. То есть два страшных человеческих врага — это смерть и грех. Они проходят мимо, они не зацепляют человека. Человек стоит свободным, обретая жизнь вечную. То, что он потерял в Эдемском саду, приступая заповедь, опять-таки, постную заповедь, не кушать от плода добра, познания добра и зла. И потому, конечно же, это великое торжество, праздников праздник и торжество из торжеств, когда мы вспоминаем воскресение Христова, когда мы живем в этом воскресении Христовом. И вот на светлой заутреннюю открываются царские врата, мы приветствуем Дорога Христос воскресе, воистину воскресе, наполняем свою душу той пасхальной радостью, и в течение всей седмицы царские врата находятся открыты. И посредине царских врат ставится артос, то есть святой хлеб. Вот почему мы освещаем яйца и куличи? Потому что хлеб всегда во всех народах это был символом жизни. Так и Господь. Господь говорит о себе, я есть хлеб, шедший с небеса. Потому мы должны быть причастниками этого хлеба, чтобы иметь в себе жизнь вечную. Этот хлеб небесный. Потому освещаются куличи. Ну а мы помним, что произошло с Марьей Магдалиной, когда она пришла к римскому императору, что он говорит, даже если бы твое яйцо стало красным, то тогда бы может быть я веровал, что ваш Бог такой, что он воскрес из мертвых, что это возможно. И она взяла это яйцо и подала и мы. Это яйцо мгновение ока стало красным. Потому, конечно, в свидетельстве того, той проповеди, апостольской проповеди, которую несли жены мироносицы, мы красим яйца. Это благочестивая христианская традиция, то, что хлеб является символ хлеба небесного, а яйца это то, что подтверждение и укрепление нас в вере. Это седмица, которые уже даже не служат за упокоенные богослужения, потому, что у Бога все живы. Это великое торжество, когда непростанный перезвон во все компаны или, как называются, колокола. То есть каждый желающий может прийти и выразить. Это свидетельство духовной радости. Это не просто праздное любопытство. Особенно раньше на Руси это очень четко, потому, что прекращались работы, прекращались человек всецело, посвящал именно духовному ликованию. Это у нас сейчас, к сожалению, пасхальные праздники обращаются, что тут только Пасху осветили, пришли домой, объелись, напились, уже еле дышим, а завтра еще на шашлыки, а послезавтра еще кумовья пройдут там или знакомые и все остальное. И у нас получается не торжественный, а праздник живота. На самом деле неправильно. Во всем нужно иметь воздержание, во всем знать меру. И если мы будем объедаться, опиваться, то пасхальная радость пройдет мимо нас. Вот это самое печальное. А мы потом, когда уже проснемся от этого все, протрезвеем, тогда нам будет больно, что так происходит. И тогда мы не будем столь причастны той радости, той глубине, познания той глубины того торжества. Ведь это действительно великий праздник, потому что мы даже не можем осмыслить его величие. Потому, конечно, в церквах, чтобы подчеркнуть торжественность и величие этого праздника, царские врата открыты, свидетельство того, что Царствие Божие открыто для всех. Воскресший Христос не только для меня или для вас, Он для каждого человека воскрес, и каждому открывает Царствие Божие. Но мы должны потребить усилия, чтобы достигнуть этого Царствия Божия. И все, что символически, то, что происходит в церкви, и таинство, и обрядность тоже сопряжены с этим великим праздником. Но опять такая же проблема, что люди приходят в церковь в субботу перед Пасхой или в пасхальную ночь или весь день в праздник Пасхи, Воскресенье, просто чтобы осветить продукты. Но в храм они даже не заходят. Некоторые священники говорят, что вот это прекрасный повод для миссионерства. То есть таким людям рассказать, что это за праздник, почему нужно быть в храме, что это за радость. Да, это, конечно, повод для миссионерства. Нужно везде благорестовать истинную и Слово Божие. Но я вам скажу, что мне жалко таких людей, потому что они сами себя окрадывают. А что, они не знают, что такое праздник и как в церковь надо ходить и что для этого нужно. Мы знаем, что у нас же общество сейчас потребительское. Мы готовы только принимать, но не готовы ничем жертвовать. И, конечно же, те люди, которые хотят, ну, есть, душа все-таки тянется к светлому, но мы настолько пытаемся ее задушить и множество людей, даже приходящих в церковь в эти праздники. Да, у нас зачастую два раза в год ходят. Вы ходите в церковь? Да, регулярно. На крещение, на Пасху. Это беда. Это беда. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Люди далеки от спасения и забыли о своей душе. Если даже животные находятся в рамках закона Божьего, который Господь положил, то тут люди просто, вот, они пришли, потому что такая традиция. Подсознательно. Они пришли, а сознательно не хотят это принять. Почему? Потому что, опять-таки, не пускают гордыни, не пускают грехи. Рад был рай, да грехи не пускают. Рад был церковь зайти и помолиться, и цвечку поставить. Но мы так вот, у меня Бог в душе. И начинаем сами себя оправдывать, обманывать себя. Бога в душе нету. Там только грехи, пороки, там темень, там страсти. А на самом деле, пойди и вишь. Приди, почерпай с колодца и черпай воду живую. Но мы не нуждаемся, потому что мы думаем, что мы тут будем жить вечно. На самом деле, эти люди находятся просто в глубочайшей прелести. Прелесть — это когда человек обман и ложь принимает за истину. Сам себя тем самым обманывает и оставаясь в очень невыгодном положении. То есть нужно понимать, что освящение — это малая часть нашей духовной традиции. Ты должен сам себя всего отдать Богу. У нас был интересный собеседник, епископ Вознесенский и Первомайский Владыка Алексей. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Божьей помощи всем. С наступающим пасхальным праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова